Всем привет! Это обзор LEGO его аналогов от Калины Красной и сегодня у нас будет обзор на новинку, на горячую новинку, последний набор нового полугодия по серии Звездные войны под артиклом 75319, который называется Мастерская Мандалурки Кузнеца. Набор у нас будет стоить 29 долларов, выйдет у нас 1 сентября, то есть у нас вот новинки, которые недавно были у нас опубликованы, которые я кстати тоже делал обзор, выйдут на днях с 1 августа, а этот набор нам придется немножко подождать, он у нас выйдет лишь осенью. Вот, ну в целом о наборе, набор у нас посвящен первому сезону сериала Мандалорец, здесь у нас изображена как бы сцена, когда Мандалорец пришел переплавлять Бискар, который он получил якобы за Грогу. Вот, по набору, в наборе у нас 258 деталей, примерно у нас сопоставим, ну если сравнить с предыдущими наборами, наверное с Хижиной Оби-Вана Кенобик. Набор очень, скажем так, скромный на конструкцию, но у Лего не всегда особо блистало какими-либо функциями в таких наборах. По функциям, если пройтись, то у нас тут самая основная функция, это то, что у нас рука-клешня поворачивается и типа даже не опускает, а просто поворачивается и опускает якобы Бискар на огонь, чтобы его переплавлять. Вот, по функциям еще, наверное, то, что у нас вот якобы есть типа сейф, не знаю, и туда можно что-то спрятать, но интересно на самом деле выглядит, неплохая идея. Вот, по каким-либо уникальным деталям, вот мне понравилось то, что появилась такая небольшая деталька с голограммой Мандалорец, такого я еще не видел, это прям интересно. И еще вот по поводу клешни, вот видите, тут какой-то огонек, я не знаю, это новая деталь у Лего, то, что она изображает огонь или нет, я не знаю, напишите в комментариях, может я как-то пропустил этот момент, и она уже давно выпускается. Ну и, наверное, самое главное, основное этого набора, это фигурки, конечно же. Тут три у нас фигурки, в принципе, сопоставлены с набором, с его количеством по фигуркам. У нас здесь Мандалорец, который уже, ну, обестрационен у нас выпускался в предыдущих наборах, и есть еще в других. Вот, дальше у нас, дальше у нас женщина-кузнец Мандалорка, очень она интересная, на мой взгляд, насыщенная. Здесь у нас шлем, ну, естественно, Лего не будет ради одного набора, такого, скажем, ну, среднепроходимого, делать какие-либо уникальные детали, она использует у нас шлем, который у нас является копией шлема с Гар Саксона, из другого набора, нового полугодия. Очень меня радует, что на всех фигурках, главное, на двух новых, есть принты на ногах, это прям круто, это респект за это Лего. Что еще? Ну, интересная фигурка, насыщенная такая, по крайней мере, насколько я помню, китайская версия, она выигрывает китайскую версию уж точно. Следующая у нас фигурка, это Паз Визла, очень интересный персонаж в плане вообще своей насыщенности, своей брони. Вот, на него леговцы запихнули, ну, стандартный шлем Мандалорский, ну, и принт такой интересный. В принципе, похоже, конечно, можно было постараться, но, опять же, Лего не будет делать ради каких-то двух фигурок уникальные детали. Хотя вот для целых серий мини-фигурок они выпускают. Вот, и добавили объемную броню, такую же, как у Врекера из шаттла, бракованная партия, на которой, кстати, тоже делал обзор. Вот, под броней у нас принты и на ногах тоже принты, что меня очень радует. По оружию как-то скудненько, однообразно, но, не знаю, мне не очень сильно впечатляет оружие. В принципе, фигурки отличные для этого набора. Набор, наверное, будет стоить где-то, наверное, 2600-2700, может, 2500, не знаю. Но я, или меньше двух, смотря кто там как наценку сделает. Набор явно будет продаваемым, не особо-то проходимым, вот, как, опять же, Хижина, Лоби-Ван, Кеноби, то есть, ее не все взяли, я уверен. Набор будет продаваемым, потому что здесь, ну, две уникальные фигурки. То есть, взять набор ради фигурок, я думаю, стоит, но, думаю, стоит его взять по скидке, то есть, по прямой цене, которая только появится. Это будет, наверное, дороговато для данного набора. Ну, моя оценка, наверное, 9 из 10, то есть, есть небольшие косяки, небольшие функции, можно было что-то разнообразить, но, в принципе, это набор хороший. Ребят, у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, если вам понравилось подобное видео и хотите ли вы еще такие.